Великодолинская больница 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 Он тут лежал, ему понравилось, и он решил в знак благодарности тоже сделать прекрасную палату. Беков Александр Васильевич, это директор ЖБК, прекрасная палата. Гулиев, Роберт Трубенович, тоже прекрасная палата. Короче говоря, люди поднимаются, пожилые люди поднимаются утром и молятся Бога на этих прекрасных людей, которые создали прекрасные условия, где можно спокойно отдохнуть в тепле, тепло, светло. Тем более питание у нас бесплатно, зарплату мы получаем регулярно, благодаря администрации района. Ну, с чего еще больше желать. Накануне Дня медицинского работника в больнице состоялось праздничное открытие новой палаты, которая была оборудована на средства Виктора Леонтьевича Добрянского, директора акционерного общества «Авангард». На открытии присутствовали руководители района Наталья Анатольевна Чагадарь и Виктор Иванович Дуков, главврач района Юрий Владимирович Котович, представители прессы и телевидения. Это событие мы записали на пленку. Посмотрите, пожалуйста, фрагменты. Спасибо, Виктор Иванович. Большое вам и большое от медиков, спасибо, и от пациентов. Спасибо вам, что вы лечите, а наше дело помогать. Все правильное. Спасибо. Дай Боже, побольше таких людей. Да, дай Боже, да. 50 тысяч гривен все обошлось. Я говорю, что всеми делами. Мы сначала приняли решение 35, потом смотрим, не получается. Я говорю, нет, ты уже давай, мы уже добавим тебе, но сделать надо как-то говорить. Ну, мы наслышаны как-то со строителем. Как вам Виктор Иванович, как он говорил, это, понимаете, как притча, он говорит, ну, там Виктор Иванович установил какую-то, это я рассказываю, это мне рассказали. Можно, да? Установил, ну, смету, сумму. Вот на столько сделаете. Ну, приехал строитель, говорит, да я не помещаю сумму. Не вложу, не вкладываю. Как делать, Виктор Иванович, он говорит, как делать, на 10 тысяч или как вы любите. Ну, что он, он говорит, как я люблю. Ну, говорит, тогда ваша любовь обойдется в 50 тысяч. Конечно, если бы все такие были палаты, оно способствует выздоровлению. Себе, знаю. Лежала в такой хорошей палате, вот, ну, просто сердце радуется, и каждый день набираешь как-то темп, вес, здоровье. Но когда все разбито, стены грязные, там, штор нет, канализация течет. В общем, подход должен быть обязательно только такой. Я лично так считаю. Не обязательно, чтобы человек был, ну, там, достаточно богатым человеком, с точки зрения финансовой стороны, я имею в виду, и так далее. Можно сделать бедно, но красиво. Это не так же сложно. Надо отметить, для вас как-то, для вас это стало нормой? Тут же много палат руководителей, да? Пусть, конечно, по возможностям и так далее, но уже, ведь никто же мы их, вот, например, не заставляли. Это как-то инициатива вашего доктора, да? Он встречается с руководителями, и они все это сделают. Без всякого. Спасибо ему, что я говорю, что они добрые люди, отзывчивые. Понимаете, утром прихожу, стоит бабка, колополаган, где писляк, и говорит, Господи, дай ему Бог здоровья, кладится, поклонный бед, чтобы видите, что там телевизор, холодильник, тепло, уютно, ага. Газ. Я говорю, она же 4 года уже газ. Это была даже и администрация района, доктор Иванович Юрий Владимирович, сколько, Крылов просто обращается, все же помогает. Мы, значит, этой больницы 125 лет. Я еще хочу добавить, еще сказать спасибо одной замечательной женщине, которой, к сожалению, по состоянию здоровья пришлось здесь лечиться. И она тоже приложила свои усилия, чтобы у нас заработала сантехника. Знаете, Юрий Владимирович, что такое сантехника? Знаю, знаю. Я уже не знаю, что такое лечебная еда. Долженство сантехника. Только это продолжай. Так, значит, это Юлия Ивановна. Мы ее просим, чтобы она сделала большой портрет. Это будет почетный гражданин нашей больницы. Но не больной. Спасибо, Юлия Ивановна. И вы знаете, я вот в продолжении этой Марии Юрьевны скажу, что Юлия Ивановна, она, вы знаете, депутат районного совета. Виктор Леонтьевич, также депутат районного совета. Юлия Ивановна, председатель комиссии по вопросам бюджета и финансов. Вот она у вас лежала, да? И буквально звонок мне, Наталья Анатольевна, ну мы же с вами одинаковые, говорит, ну женщина. Газовую плитку. Здесь же ничего нету. Ну давайте же там предусмотрим хоть где-то что-то, хоть чуть-чуть сделаем канализацию. И вы знаете, вот она приехала, посмотрела по бюджету, долбала. И говорит, Наталья Анатольевна, если тут будет где-то расход, перерасход, если не сделаете, не дадите Великодолинска, я буду выступать. Ну что, мне хочется так сказать, от имени всего коллектива, даже поселка нашего, большого поселка. Большое спасибо, Леонтьевич, вам, что вы такой добрый, отзывчивый человек. У меня фамилия. И фамилия добрая, доброта. Бог, я думаю, все видит. Вы должны никогда в жизни не болеть, должны так же процветать, помогать всем, кто в этом нуждается. А мы будем за вас молиться Богом, за вас и шампанское разопьем, чтобы вы были, цвели, процветали, чтобы хозяйство у вас все нормально было. Если надо, мы поедем сопать, копать, все что надо. К раньше выезжали, болиться. Наши АК-30-40 могут выехать, помочь вам с удовольствием. Хорошо. Дай Бог вам. Я это учту. Это я возьму от вооружения. Ну что, врачи отзываются, вот Юрий Владимирович, я сегодня там говорила. Какой субботник вы ведете, мы все, они все. На площадке вот стадион готовили, туда сказали, аллею сажали, тут нет вопросов, они молодцы. Вы знаете, как сказал поэт, все равно все остается где у него. Мы временные люди тут на этой планете. Кто-то вложитель, кто как ему, Богом назначено. Но все останется людям. Это приятно. И это так же. Это же больница, когда еще сто лет простоит. Вот эта вот золотая надпись, ваша фамилия, она так и останется. Ребята будут читать, вспоминать. Мы от имени всех телезрителей тоже хотим вас поблагодарить за такую заботу и о людях, и за заботу о своих сотрудниках. И мне очень хочется, ну, во-первых, поздравить вас с праздником, с вашим профессиональным. Пожелать вам здоровья, счастья, чтобы ваша энергия по-прежнему была такой же. По-прежнему, чтобы ваша жизнь била ключом. И очень хочется задать вам еще такой вопрос. Поделитесь, пожалуйста, секретом, как врач и просто как человек. Как можно быть таким энергичным, таким трудоспособным человеком, так много делать, как вы? Понимаете, может мне почему-то легко все делать. Я проработал, считайте, лет 25 главным фируром района. Я каждого третьего оперировал. Вот тоже Николая Ивановича, там, семьи, там, других, остальных. Поэтому люди просто помнят добро и на добро отвечают добром. Потом в любом случае, если кто-то из друзей прекрасных, кто-то, не дай бог, заболел, я с ними и в Киев ездил, и в Москву ездил. Профессорам, которые меня любили, которые меня учили. В Одессе у нас тоже очень много специалистов, всех областных специалистов, главные и хирурги, и терапевты, и кардиологи, которые ко мне очень прекрасно относятся. Поэтому приезжая с ними, им было очень уделено внимание, люди оставались довольны, благодарили. И в ответ на добро отвечали добром, помогали мне больнице. Очень много выделяют средства на хвостовары, на покупку, там, телевизор, на покупку холодильника. Кому не обращаются, никто никогда не отказывает. Как не трудно им, но как-то скрывают душой, все-таки делают, а потом, когда приходят, смотрят, что они прекрасно сделали, люди им благодарят, и они тоже, скажем так, с чистой душой, и сердцем уходят из палаты или из больницы, и желают нам, кажется, всего на лучшее, чтобы все-таки было всегда. То есть секрет-то очень простой, наверное, надо другим делать добро. Да, на добро отвечать добром.